ребят всем добрый день точнее уже добрый вечер рада всех вас видеть в своем прямом эфире у себя на аккаунте жду еще минуточку под ваших подключений ребят сегодня будет очень интересная тема я решила выйти с этой темой в эфир и дать возможность людям все-таки разобраться на примере на хорошем примере олечка привет привет на хорошем примере как же наши родственники губят наши мечты сегодня у меня будет замечательная женщина в гостях топ-лидер компании инкрузы светлана светличная светлана светличная находится сейчас в израиле развивает круизный бизнес на территории уже светлана привет привет олечка топ-лидер мама жена бабушка поделится с нами секретом своего успеха светочка добрый вечер добрый вечер добрый вечер добрый вечер добрый вечер я очень рада друзья сегодня приветствую вместе с нами да да уже просоединяются ребята кто не увидит тот посмотрит за обязательно в записи светочка ну разрешите я вас представлю для своих подписчиков светлана у нас топ-лидер компании инкрузы великолепная женщина прекрасная мама замечательная бабушка почему вы сейчас это узнаете светлана несмотря на ее внешность да вы видите хрупкая блондинка позитивная улыбчивая но ребята бизнес у светланы с 25 странах мира ребят ну согласитесь это конечно дорогого стоит светлана это конечно большое вам уважение потому что даже не каждый мужчина до сильный азартные умный может похвастаться таким масштабом бизнеса светлана в компании инкрузы на самом деле у нас очень грамотный эксперт специалисты топ-лидер у светланы в команде уже более 200 человек 25 странах мира и светлана на сегодняшний день имеет доход более тысяч тысяч несколько тысяч долларов ребят ну и конечно же бесплатные путешествия светлана у нас уже побывала в двух круизах светочка сейчас расскажет более подробно об этом но два бесплатных круиза с семьей с детками это были норвежские ферды да светочка и средиземное море и сейчас кто только подключился ребят хочу повторить тему нашего сегодняшнего прямого эфира родственники губители наших мечт светочка и вас попрошу открыть эту тему для наших сегодняшних зрителей и все-таки дать возможность услышать люди чтобы люди услышали себя и принимали то решение которое ну близко и ценно именно им спасибо все нормально все нормально мне вас очень хорошо слышно хорошо хорошо значит не будем мне очень приятно что мне очень приятно что меня приятно что меня приятно что я могу рассказать о себе я сама по образованию я сама по образованию и в школе судьбы я сказала это было 5 лет назад или проработавшую шутку два года или проработавшую на нем очень тропий так как естественно не знаю, если это обзорить работать на процессе мне пришлось отчем мирном стране изучать язык и взгляд способов для моих венталитетов здесь, ему и сальскому Я поняла, что это не то, что я мечтала обучить возможности, что мы с нами всегда, с самого детства. И, может, кто-то станет самым взрослым, если это не тот, чтобы делать для того, чтобы мечтать, чтобы мы в этой реальности, чтобы мы в этой реальности, чтобы без мечтаний мы не живём, мы не состоимся, мы не существуем. Потому что мы не думаем о том, как бы нам, например, если мы подрастем, да, мы мечтаем, где нам шаги, кого нам любить, кого нам любить. Мы уже хотим чего-то в этой жизни достичь. Если мы в этой возрасте, у нас, конечно, то, что появляется, то, что появляется, то, что мы хотим развиваться, то, что это нам неинтересно, если бы наша шаги была в каком-то от кину, а мы где-то погружались в каком-то от кину. Постоянно человечество новой возможности. Но однако надолевает такая тема, как «такая тема», а вот наши родные являются, да, убийствами, убийствами, ну, не очень бывают, не очень бывают. Дело такое, да? Думителями наших мечтаний. Правильно так сказать. По-разному, конечно, выражаются. Но однако, и что я вам хочу сказать, что когда мы соприкасаемся с сердцами, если гляньте и гляньте замуж, конечно, нам желают, что власть и взаимопонимание желают, да? Мы нашли того человека, у нас было бы взаимопонимание, и мы, конечно, друга всегда поддерживаем и идем в одном направлении. Хотя мы не знаем, что фактически молодежь, но наше решение на взаимопонимание. И прожить какой-то промежуток, это промежуток, это делается, что получаются какие-то повышения на самом маленьком мелочи. В конце концов, мы уже смотрим, где идти на компромиссии. Мы с вами думали, где-то друг у вас. Но вы знаете, и когда у нас уже появляется дед, что нужно наших детках думами. Мы их всегда поддерживаем. Мы их всегда поддерживаем. в том языке, чтобы они нас думали. И даже если не печет, но что-то непонятное, мы их тоже понимаем. Правильно? Правильно? Мы до взрослого состояния и, конечно, в любом возрасте в последствии всегда. И мы их всегда не понимаем, что далековый год мы боимся прийти в границу и быстрее в теграсть недозволенного. Мы считаемся с этим ребёнком, с нашим ребёнком, хотя он уже даже взрослый. Но мы не замечаем, что наши близкие со временем со временем уже начинают считать, что они рядом будут, осознают свои силы. Дети считают, что у них мы всегда были рядом и прислушивались больше, чем у них. И, конечно, наши вторые половины не зависима. И супруга, кто-то делает, бывает, какое-то давление с той стороны, кто-то влияет на супруга, она должна мысли, его мысли, его действия, или, наоборот, жена, вот этого тоже делает, этим занимается. Знаете, мы знаем, правильная стратегия неправильная психология и не смотря сколько у нас, она должна считаться лишним человеком, не пересохранить. И теперь, конечно, я стою за собой, потому что я тоже не спрашиваю, я говорю, это улыбаюсь, это улыбаюсь, потому что это осталось тем не менее четыре года назад, тогда соединение международной группы, не было это так типа, и когда я услышала предложение нашего клуба, а, конечно, оно меня очаровало, потому что невозможно было, я в первом случае услышала о девушке с Украины, которые узнала, и сказала, что в компании можно пригласить только приступить пять человек во вне компании, и путешествия в помощь компании, путешествовать на постоянные основы за счет компании, да, мы с двоими близкими, я, конечно, окрутилась. Многие слезы, когда мне сказали, здесь мы с нами можно зарабатывать доходы хорошие, самые первые дни. Естественно, еще больше крыльев. Естественно, выросли пары крыльев, потому что так сложились обстоятельства, как я сказала, что именно то, что я приобрела здесь, она меня не устраивалась, в один выходной, и я поняла, что я где-то заспила, я не видела ничего будущего, и мне где-то, когда я пристала, что я пристала, что я спила на место, на место, и естественно, когда я услышала я решила пристать Денису попробовать состояние, не сомневаться, не за тройзер, не за тройзер, и утешила большие забыли в своем своем среднем, но и присоединиться к нам, потому что я хотела больше знать, я хотела больше знать, я хотела нового, я хотела развиваться, Вы знаете, я летела буквально, летала буквально на крыле, но случилось так, что когда я озвучила эту свою идею, то, что я стала уже на путиках, то я это очень хочу. И верила в это, что он это будет, то, конечно, от своего супруга я, к сожалению, поддержки не надо. Он на меня смотрел очень странный показатель из-за того, чего тебе в жизни не хватает. Правильно, работа, здесь живи той жизнью, какой живут все люди. Зачем тебе какие-то проекты, чтобы это вообще не хватает. И это был, знаете, такой огромный нокаут. И я решила, конечно, поддержку своих взрослых детей. Мои дети находятся в городе. Они живуткие. И, конечно, после отказа своей супругой, которая поняла, что он меня не поддерживает, абсолютно не в боем ради. Да, каких-то вот таких не очень хороших разрешений и ситуаций. Я решила в поддержку найти своих сыновей. Но однако, когда я позвонила, я звонила. Я тоже услышала. Почему я это услышала? Потому что, конечно, я знала, что я работала учителем, я участвовала, я не участвовала, я не участвовала. И, конечно, они мне, конечно, сказали подумать, «Подумаешь деньги, потому что здесь вообще не работают за бюджет по всему миру». Вот ты выложил деньги, и это всё абсолютно прекрасно. И вообще, опять же, все это нужно. Дорогие мои, вы молодые, у вас как жизнь впереди. Я даже вам уже в своём состоянии к этому времени, когда я хочу решать сама жизнь, и я хочу работать рабыней, своих близких, даже параметры, свои слова. Я не знаю, что там, я не знаю, что там, а масштабельном смысле было. И вы знаете, это меня было больше назад для того, чтобы я попробовала сама себя. То есть я думаю, пусть ли они это сделают, то, значит, если я это сделаю, потому что я хочу сама попробовать. И если мы тогда в жизни не воспринимаем, мы действительно тебя не уважаем. не захотелось бы на самой себе. Да, 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 да. И я задавал мой вопрос, мои вопросы. И они верят, что я здесь могу, что я здесь могу тебе отдать. Почему? И у меня этот вопрос, вопрос, он меня глотал, и я не добавал, не добавал, что я, я сама себе сказала. Я хочу, бывает, что получится, не получится, но вообще, если я здесь не советую, я обязательно буду лучше жить по миру, по миру и по миру, сейчас очень часто. И, конечно, когда мои близкие спали, я спросила у них, я сюда и сказала им уже, что я у них ничего в ответ не ответили, они просто помолчались, типа того, как вам сказали, ну-ну, и посмотрим, что дальше будет. И когда я у них спросила, а у вас есть вообще мечты, а у вас кто-то сказал, у меня есть, я хочу побывать без сих пор. Вот как бы я сделала шок на писть, и того, чтобы найти вот эту вот, эту вот прикосновение, наш знание, наш психологию, зла в этой вот ситуации. Я бы не сказала, что… Да, я обязательно постараюсь, что мы нормально нариски и тёплые. Я хочу, чтобы наши мечты с тобой взялись. Мне тоже это очень интересно. Я задала, что я задала, что я задала, что я задала. Но, в ответ, не усыщая, не усыщая, не усыщая, не усыщая, не усыщая, что это правильно. Потому что, что они не имеют представления, что это такое. Которые люди, когда не знают, они даже не получатся ситуации, если вы видите, у вас будет то, а сейчас будет даже не мечтал. Вот такая ситуация появилась. Вы знаете, дорогие, наверное, мне помогла моя сильная женственность, мое сильное желание. Мое сильное желание. Даже не забывало, что я работала, что я работала, что я встречала, что я буду, например, с женой. Я присоединилась к компании людей по холодным контактам. Я им доносила ту информацию. От ту ста. Да, она, конечно, она себе нашла. Смейте никому, чтобы не холодные контакты, которые стали не седмины. Нас, например, мое жилье, потому что все мои здоровые, а тоже мое желание. И самое главное, благодаря своим желаниям, это самая первая ступень, сделать супругу подарок и отвезти ее по Норвежским фортам. Впечатлено. То есть получилось, я уже исполнила, я уже исполнила две недели. И мне оставался следующий час. И тут ему уже отставили, когда я вам напишу. Вот, я предотвела пять человек. Я не очень знаю, что нам нужно было, нам нужно было, потому что это приложить. И я же, тем не менее, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. И после этого, в месяц, в месяц, я на мой круизный штук откладывала по 200 круизных долларов, да, что составляет 2400 в год. И, конечно, в городе я уже могла, я уже могла, я уже могла, я уже на круизный полной неделе. И когда мы с ним... Ты даже не верил, что... Да, Светлана... А, забронировали? А, забронировали? Когда мы забронировали? Уже, мы выпили в нашу дочь, допустим, я просто не верил, пока он не переступил ламер. Вот пока... Связь прерывается, Светочка. Где-то сутки он почти... Ничего не слышно, да, сейчас... Это всё-таки он почти... За сутки он почти... Да, это было... Это были дневные сутки, с его стороны, когда он наблюдал за этими красотами на лайк, я заблюдала на них. Я заблюдала на них. И... А, Светлана, следующую свою сутку, я что-то делала тем, что у меня следующая сутка, что у меня следующая сутка, как я это делала, что нам... Чтобы нам... Поднести... Мои прослыли всё-таки... В сентябре месяц, и как они, да, нас на день рождения, забронировала всем... Я знаю, что мы взяли в свою жизнь вню, в веру, в мир своего мечта, в партии, в партии, в партии команды, в партии, в партии, не состоятельные, не состоятельные, не состоятельные, люди как у тебя есть у сыра, они были себе науки, тоже себе науки, экономить именно с нашим любовным, И мне, конечно же, этот подарок был с парком. Я бы туда взгляну, да, вот такие лёстки были, были слёзы, просто блажненько тело, просто слёзы. Потому что я видел от глаза, от глаза у маленького ребёнка, от глаза у взрослых надеек. Они смотрели на, опять же, на это что? Они смотрели на ресторан, на мину, которые использовали свои службы, они создали из-за всей солёной вагоны, без славирования. Они вместе с этими четырёх страны, как заразать. И был только один вопрос. Нам ни за что беседу. Круто, Светочка. Светонька. Теперь попрашивай. Светулечка, связь, конечно, природа. Здравствуйте. Да, Светулечка. Здравствуйте. 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 Светочка. Да, да. Я извиняюсь, а то и телефон садится, связь немножечко прерывается. Можете сказать напутствующие слова нашим зрителям, и мы обязательно ещё с вами выйдем. Я хочу сказать, что я хочу показать вам внимание на Россию, и на Россию, и на Россию. И на Россию. Останьтесь, сядьте в октябре с собой со своими родными. Расскажите, постарайтесь занести свои слова со своим, постарайтесь до своего рода, то, что вы хрите. Для того, что вы не сознали и не по-другому, то, что не прошли через службу. И если вы, как бы, обратная сторона, Вы являетесь тоже той половиной, которая противоречит своей половине, не делает невозможным для своих близких открыть новые. Знаете, мы говорим, у нас люди хотят, у нас люди хотят, чтобы это не очень хорошо, неприятно. Мы видим своих близких с ограниченными возможностями, своих сердцев, своих желаний, своих желаний. Позвольте им быть счастливым, вместе с вами. Я говорю, это вам только на пользу. Прислушивайтесь, и идите мне к вашим мечтам. Спасибо большое. Спасибо. Светочка, очень было приятно, спасибо вам. Меня тронуло, меня тронуло ваше выступление, ваш посыл. Это очень ценно. Светочка, ну и разрешите, пожалуйста, на следующей неделе я вас еще раз приглашу к себе в гости, чтобы мы с вами больше пообщались, именно вот о тех эмоциях, впечатлениях, которые я чувствовала, вы хотели передать. Хорошо, я думаю, зрителям нам будет интересно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо нашим дорогим гостям. Спасибо, Светланочка. Спасибо. До встречи. До встречи. Пока-пока. До встречи. Пока-пока. До встречи. Продолжение следует...